МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это помогает больше учить учиться, то есть что-то самому находить, что-то заинтересоваться. День науки в четвертой школе. Работа у нас была на году, то есть мы каждый день ездили автобусами, а какая-то была дорогая. Встреча с первыми фармацевтами Десногорска. Точность выхода на координату 2 мм у нас. Началась загрузка имитаторов ТВС в реактор 4-го энергоблока Ростовской АЭС. А теперь об этих и других событиях подробнее. Губернатор Смоленской области Алексей Островский отчитался о доходах за 2016 год. Согласно поданным сведениям, доход губернатора составил 68 млн 495 тысяч рублей. Из этой суммы доход по основному месту работы составил 2 млн 995 тысяч рублей. А 65,5 млн рублей от продажи земельного участка и жилого дома. По Смоленской области продолжает курсировать поезд здоровья. За один день пройти обследование у всех врачей-специалистов, не теряя времени на долгие переезды, смогли жители Демидовского района. Кроме кардиологов, к которым выстроились внушительные очереди, прием вели невролог, гинеколог, офтальмологи, терапевты. Для жителей Смоленской глубинки попасть на прием в центральную районную больницу – задача очень непростая. Поэтому больницу на колесах с нетерпением ждут и в других районах Смоленской области. Детский сад «Теремок» ненамного моложе нашего города. 35 лет назад он распахнул свои двери для первых воспитанников. В этом году коллектив с честью встречает свой славный юбилей. Об этом наш следующий сюжет. Для любого коллектива юбилей – особая дата. В зале детского сада «Теремок» собрались работники, ветераны, коллеги и друзья, а также почетные гости, чтобы поздравить с 35-летием. У нас большой праздник. Праздник нашего самого родного, наверное, самого любимого детища – детский сад «Теремок». Я могу так сказать, потому что с первого дня здесь мы вырастили это, мы построили, мы создали, и у нас такой замечательный, хороший детский сад. С поздравлением к коллективу обратился депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко. Друзья, у вас поздравляю, крепкого здоровья, счастья, любви. И сегодня вот дождь, а в народе как говорят, это богатство. Богатство. С праздником, с юбилеем. От святых студий. Глава города Андрей Шубин зачитал поздравительный адрес. Благодаря вашему профессионализму, добросовестному труду, умению видеть в каждом ребёнке искорку таланта, детский сад «Теремок» уверенно осваивает инновационные процессы в образовании, пользуется заслуженным авторитетом у коллег и родительской общественности нашего города. Андрей Николаевич вручил коллективу подарочный сертификат, а также именные почётные грамоты работникам и ветеранам педагогического труда. Все гости пришли на праздник с подарками. В адрес именинников звучали слова поздравлений от коллег и друзей. Особенным подарком на праздники были концертные номера детских творческих коллективов. Дороги Победы идут через Смоленщину. Участники мотоклуба «Ночные волки» проводят традиционный пробег в честь 9 мая. Байкеры уже побывали в нашем регионе и посетили несколько воинских мемориалов. Главная цель участников акции – не дать европейцам забыть о подвиге советского солдата. Побывав в Смоленске и Катане, участники мотопробега направились в Минск. В областном центре установили первый в России памятник, посвященный работникам судебной системы Смоленской области, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны против фашистских захватчиков. Монумент создан членом Союза дизайнеров России Олегом Симоненковым. Строгий, лаконичной формы памятник из темного полированного гранита, окруженный светлой брусчаткой, установлен около здания Смоленского областного суда. Что только не придумают педагоги в наше время, чтобы мотивировать детей на учебу. В 4-й школе Десногорска уже много лет существует замечательная традиция – День науки. Ребята, увлекающиеся исследованиями, представляют свои работы на суд экспертов, родителей и одноклассников. О том, сколько было проектов в этом году и по каким направлениям, вы узнаете из нашего следующего сюжета. В этом году в Дне науки приняли участие 14 ребят. Работы были представлены в двух номинациях – «Исследовательская» и «Я автор». Каждый юный ученый отнесся к своему проекту очень серьезно. Презентации проходили на самом высоком уровне, с применением современных технологий. На представление работы экспертами отводилось 15 минут. «Проект по тему школьной моды. В человеке должно быть все прекрасное – и лицо, и одежда, и душа, и мысли», – сказал великий поэт Чехов. «Дети должны с детства приобщаться к тому, что костюм – это нечто большее, чем просто одежда. Это средство коммуникации. От того, как ты вытружишь, заметят, как с тобой будут общаться окружающие». Как выяснилось, современных школьников интересует буквально все – и история русского народного костюма, и современная школьная форма. И почему форма 80-х так почетна в наше время. Исследования проводились, углубленные с применением социальных опросов и рисованием диаграмм. Все это учитывалось жюри. Для чего проводятся дни науки в школе и какую пользу они приносят в обучении ребят, нам рассказала заместитель директора по информационно-методической работе. «Этот проект существует уже почти столько, сколько школе лет. И он проходит в рамках программы «Одаренные дети». Это помогает больше учить учиться. То есть что-то самому находить, что-то заинтересоваться и так далее. А так как мы сейчас работаем по федеральному государственному образовательному стандарту, наверное, это самое важное – учить учиться». Многие ребята после участия в конкурсе в стенах школы не останавливаются на достигнутом и представляют свои исследования на более масштабных мероприятиях. В Смоленской области на начало мая зарегистрировано 370 палов травы. По сообщению регионального МЧС, общая площадь, охваченная пламенем, составила 380 гектаров. Как отмечают в ведомстве, только 1 мая было зарегистрировано сразу несколько палов. За нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 90 граждан и два должностных лица. И еще. 1 мая в Рославском районе произошло два пожара. Около 8 часов вечера поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Михайловка. Погибших и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются. Второй пожар произошел в Рославле на улице Калинина. Деревянное строение хозпостройки огнем уничтожено полностью. Имеется пострадавшей. Уважаемые десногорцы, будьте внимательны и осторожны. В Центральной библиотеке нашего города состоялась встреча «Волшебники лекарства». В читальном зале собрались фармацевты, чья жизнь была связана с аптекой номер 78, а также зрители разных возрастов. Те, на чьих глазах открывалась аптека, и те, кому дорога история своей малой родины. Все подробности в нашем сюжете. После небольшого ролика представления программы «Вечера» последовал рассказ об истории становления аптечного дела в Десногорске. Вспомнили о том, как всё начиналось. Сдвоенный вагончик на ПДУ, заготовка лекарственных трав, посещение постоянных закреплённых больных, приготовление мазей, микстур и настоек вручную. В 78-й аптеке был коллектив профессионалов, начиная с первой заведующей Юлии Якушевой. В качестве почётных гостей вечера о своей работе с теплом вспоминали Людмила Смирнова и Людмила Максимова. Это были непростые, но такие счастливые и продуктивные годы. В их памяти всплывали самые интересные моменты совместной работы. К сожалению, нет в живых первой заведующей. Но на вечере присутствовали муж и сын Юлии Васильевны. А в канву мероприятия были органично вплетены музыкальные номера, исполненные внуком Михаилом Якушевым. В аптеке номер 78 работали уникальные люди, посвятившие многие годы аптечному делу. В заключении вечера фармацевты спели собственный гимн. Большое спасибо, что нас собрали за столько лет, потому что мы уже давно не видим друг друга. Нас жизнь разбросала кого куда, кто в деревне, кто здесь живёт. Короче, большое вам всё спасибо. Очень понравилось. Редко видимся, поэтому были очень рады всех встретить, повидаться. Это самое большое, что нам остаётся в этой жизни. На память о встрече был сделан совместный снимок, а сотрудники библиотеки подготовили и выпустили сборник, посвящённый первой аптеке Десногорска, который доступен каждому читателю. Тематический форум «Казачество России за веру, семью и Отечество», в рамках которого пройдёт 6-й международный фестиваль казачьей песни «Споём станица», состоится 12 и 13 мая в Вязьме. На Координационном совете в администрации региона обсудили подробности подготовки к этому масштабному мероприятию. В этом году гостями праздника станут творческие коллективы из Калужской, Брянской, Московской областей, Республики Коми и Республики Беларусь. Помимо прочего, пройдут соревнования по рубке шашкой и выставки. В музее «Смоленский лён» выставлена коллекция старинных рушников, которые до этого смоляне никогда не видели. 25 полотнищ выставки извлечены из фондов музея-заповедника, раньше они никогда не экспонировались. Такие полотенца были семейной реликвией и бережно хранились даже в конце XX века. И в заключении новости Росатома. В этом году запланирован пуск 4-го энергоблока Ростовской АЭС. После его введения в эксплуатацию, атомная станция станет одной из крупнейших в Европе и обеспечит электроэнергией значительную часть Юга России. Все строительно-монтажные работы на площадке уже завершены. Впереди несколько месяцев испытаний и проверок реакторной установки и оборудования на прочность, надежность и безопасность. Редактор субтитров А.С. И габаритом. Единственное их отличие – это отсутствие внутри реактивных элементов. Хорошо. Поехали. Всего в реактор необходимо загрузить 163 имитатора ТВС. На эту операцию уходит без малого 4 дня. Она проходит в несколько этапов, основные из которых – это перегрузка тепловыделяющих сборок из транспортировочного чехла в бассейн выдержки, а затем в реактор. В данный момент отбиваем на чехле свежего топлива координаты для последующей выгрузки имитатора в бассейн выдержки. Точность выхода на координату 2 мм у нас. Такую тонкую работу выполняет огромный роботизированный комплекс – специальная машина перегрузки ТВС отечественного производства. Все ее действия контролируются оператором, но и она не позволяет человеку вольностей. Работает хорошо, надежно, достаточно быстро. И система управления обеспечивает безопасность и, в общем-то, достаточно подстраховывает труд оператора, скажем так. Загрузка имитаторов ТВС в реактор имеет и еще одно важное значение. Только при их наличии можно провести проверку реакторной установки на соответствие проектным характеристикам и требованиям безопасности. Полномасштабные пусконаладочные работы запланированы на лето текущего года. После проведения всех испытаний четвертый энергоблок Ростовской АЭС будет запущен в эксплуатацию и обеспечит электроэнергией Ростовскую и Волгоградскую области, Краснодарский и Ставропольский край, а также полуостров Крым. Дополнительная энергия даст возможность для развития промышленного потенциала всего Юга России. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok